спасибо да я поддерживаю точку зрения безусловно что вообще вот как сказал валерий да мне кажется что появится такая фраза это было до коронавируса или после коронавируса как вот у многих семей до ремонта или после ремонта это такая появится ментальная штука наверно ну вот тут отвечаю на вопрос за вас спикеры извините как можно построить дом за 2-3 миллиона ответ дикак коробку еще можно как-то собрать а дом точно нет и еще вопрос слышал что в сша прежде чем продавать дом нужно но это вопрос сша я думаю что мы сейчас это обсуждать не будем вы знаете вот это сегодняшняя дискуссия меня убедила в том что рынок загородной недвижимости будет сильно меняться и наверное мы долю контента связанного загородной недвижимости активно увеличим поэтому будем вас однозначно приглашать александр я сейчас вам тебе дам слово поскольку ты все-таки немножко как я уже говорил видишь ситуацию пошире давай вот подводя итог твое мнение как изменится рынок в какую сторону глобально будет ли это шанс на то чтобы рынок вышел из периода стагнации ну кризис который сейчас происходит масштабы его и конца непонятны ну я думаю что он через полтора месяца мы выйдем из этого карантина мне я надеюсь что наши власти там вчера я так мельком слушал выступление президента я еще не анализировал мне показалось что это президент самое главное что она показала то что до них доходит понимание что надо спасать не только роснефть но и также и мелкие компании я думаю надеюсь не хватит ума организовать жизнь страны и общества чтобы люди теряли можно меньше и это касается их выживания поэтому надежда этим укрепляется и хочется надеяться что кризис будет будет серьезный да будет разорение но тоже время кто-то и заработает на этом деньги сейчас зарабатывать деньги и да будет болтать наше общество и экономику но сделки будут люди покупать недвижимость поэтому надежда что мы так сказать будем дальше жить и работать да хотя возможно какие-то спады я вспоминаю очень хорошо 2008 год 2008 году у нас был рекорд по количеству обращений компании очень много было показов объектов но за вторую 2008 года у нас не было ни одной сделки начато и я помню что 29 декабря мы отгуляли корпоративный год от 30 мы приехали в офис брать первый задаток за полгода какой-то был дом сколько он стоил и так далее вот а потом все пошло опять нормально то есть вот такие вот разрывы могут быть знаете я называю агентство недвижимости и прошедшие кризисы вселяют ну родили во мне мысль что возможно наш бизнес является устойчивым как-то вот мы живем люди нужно продавать покупать просто моменты турбулентные моменты возникает у людей проблемы некоторые зарабатывают и это возникает усиливает активность кому-то надо продать обязательно куда покупает и мы вот агентство недвижимости мы можем в это время работать зарабатывать выживать девелоперам тяжело вот им тяжело когда да вот сейчас доллар вырос да вот им тяжелее стало дорогие дома строят и так далее поэтому я думаю что мы будем работать надеюсь что все будет приемлемо хотя возможность падать по другим бизнесам естественно будет проблема многих людей я им желаю чтобы эти проблемы они преодолели чтобы им помогли как вы использовались недолго вот но когда-то все закончится мне кажется что рынок будет существовать все будет нормально цены немножко вырастут конечно же потому что инфляция скажется вот но не думаешь там сильно чистить красота удачи кто это не знает за что вы живете не знал и в